Равных условий при расчете оплаты труда воспитателям детских садов требует уже не первый год представители Казахстанской Ассоциации Непрерывного Образования. По их мнению, частные детские сады сегодня оказались в неравных условиях с государственными. Все дело в новом законе о статусе педагога. Согласно нему, повышение заработных плат коснется в первую очередь воспитателей государственных садиков. Но на это были выделены средства из республиканского бюджета. Поэтому сейчас в частных детсадах наблюдается отток педагогов. Ну а бизнес снова несет убытки. По словам же представителей столичной палаты предпринимателей, вопрос должен решаться за счет механизма подушевого финансирования на детей. При этом этот механизм должен рассчитываться не только для детей от трех лет, но и расширен и для годовалых. По данным участников, только в столице более 50% рынка дошкольного образования приходится на частный сектор. С учетом принятия нового закона о статусе педагога были выделены средства на повышение заработной платы через подушевое финансирование детей. То есть повышение заработной платы нашим педагогам, которые в садиках. И были выделены средства около 60 миллиардов тенге, которые сейчас будут по новой разработанной методике распределяться между частными детскими садами. Но там же мы выяснили о том, что эти деньги предусмотрены только для детей от трех до шести лет. Соответственно, опять выпадает вопрос детей, которые от одного до трех лет. До сих пор заработная плата в частных дошкольных организациях была намного выше. Мы как-то удерживали своих воспитателей, обучали их. Но мы сейчас не можем никак конкурировать на сегодняшний день с государственными садами. Потому что уже в 2020 году, в январе месяце, опять же, зарплату подняли на 25%. И получается, в государственных садах нет арендной платы, нет кредитов. А наши предприниматели, 80% сегодняшний день находятся в арендуемых помещениях.